Да, Саша. Алло, нет, короче, узнал я насчет этого спутника. Короче, мне Саша позвонил, сказал, что это отправляют, короче, на три дня в спутнику, а в дальнейшей средней в Ростов. Чего это? На три дня на спутник отправляют, да? На сборы все эти. Потом эшелоном, короче, в Ростов. На границу с Украиной. И чего? Вот, ничего, воевать, наверное, не знаю. Что, ты дурак, что ли? Кто там сейчас? А, кто там воюет? Вот мне Саша рассказывал, начальник 701-го центра говорил, что там 10 тысяч человек стоит. Там гробы, говорит, возят целыми сутками. Кто там воюет? Куда возят гробы? В Ростов, часть. А потом на спутнику. Что, вот так? Что-то я не верю в это, что у нашей гробы будет. Но я приеду, тебе расскажу, что там. Сколько вас человек отправляют? 35 из Гаджи, вы же 35. Подожди, а из вашей части сколько? Из вашей 35. Вот, но сделали это по бумажке, как знаешь, какая штука. Только помнишь, курсы выживания были? Чего я это сделал? Ну, курсы выживания, помнишь, я ездил? Вот, сделали типа такой штуки. Говорят, что все должны пройти. Но на самом деле отсылают туда внегласно. Ладно, я узнаю это. Хорошо. Алло. Алло. Я даже сказал, не надо вредить себе. Что значит, нет? Ну, сначала кто-то нарезать с кем-то там поговорить, сказал, до завтра. До завтра. Просто видно было. А если, говорят, до скрип, он и так будет виден. То, что он у тебя есть. Но вот, то, что пить, обострять, иллюминации тебе навредишь. А боли, они говорят, не смогут все равно никак измерить. А, все понятно. Ну, а как скорую тогда? Надо скорую тогда вызвать, если что, или что. Сказать, что болит, и все. Завтра, дядя Саша сказал, все скажет. Ой, боже мой. Сашка, заберут тебя нахер в этот луган сдолбанный. Я из чего уволюсь. Ну, а дальше что? Привычка отсюда сюда. Не прийдет, я тут че, че, работа меня, что ты пугаешь? Я не боюсь работы. Я знаю, что ты не боишься. А Лиля-то только устроилась на работу. Ничего страшного, 17 тысяч она получает. Гляньте, тоже есть работа за 17 тысяч. Что она говорит, Лиля? Лиля говорит, нахер, я тебя никуда не отпущу, увольняйся. Слушай, это вообще дурдом какой-то. Ну, что ж так тебе не везет, а, Саш? Ну, пипец как вот, когда же это все закончится, а? Короче, если что, нахер, увольняйся к чертовой матери. Приедешь сюда к отцу и заочно закончишь учебу, ну, а что делать? А куда, сказали папе, в Луган? Ну, сказали Ростов, а там на границе все равно Ростов это и есть. Там граница же с Луганском. Да, 40 километров. Ну, тем более. А вон сейчас показали, сколько-то десантников задержали. И пошибочно перешли границу. Смотрите новости, да? Угу. А нам знаешь, что сказал командир части? Ну? Да это фигня, у нас, на спутнике у вас, переобучение там будет, типа, к сопке вывезут, там все эти, все дела. Угу. Я так думаю, что тебе командир части специально. Ты где-то, видимо, языком мотанул, кто-то тебе заложил. Тебе специально. Мат, а 35 человек в части отправляют? Сколько? 35. Мне сказали, это не первый, не последний раз. Пипец какой-то, вообще пипец какой-то. Да? Я-то знаю еще за Родину, но за какую-то сраную Украину. Ну, это вообще дурдом. Я Лидке тоже самое с тобой. За Родину, говорит, пока еще не шло бы. Но за какую-то Украину воевать, вернее, за эти области, Донецкую, Луганскую, я говорю, мне нахер оно не надо. Конечно. Лучше пускай у меня жизнь будет нормальная. Ой, говорю, лучше у меня будет плохавный военник, чем жизнь корабля. Да если она останется, понимаешь, вот в чем дело. В Ростове стоят 10 тысяч человек. 10 тысяч? Да. И из Ростова гуляют нашими градами по Украине. Все понятно. Чтобы никто не видел. Да? Учебку все равно надо будет пройти, я так думаю. Или нет? Какую учебку? Ну туда, спутник этот. Ну ты зачем? Или сразу рапорт на увольнение? Я сразу рапорт на увольнение напишусь. Там не учебка, там 3 дня мне сказали, и отправляют сразу туда, в Ростов. Ну... Все понятно. Ну ладно, короче, все не слава богу у нас. Все не слава богу. Бонбурдом какой-то. Никого не посылают. Не офицеров, не мечманов, одни контрактники, одни старшие матросы, матросы. Все. Все понятно. Ну ладно, сын, держись. Ну что, папа, я не знаю, папа всем чем мог уже помог. Осталось крайний выход. Вот эта вот больница. Дед Слава еще в понедельник возвращается. Ну там может уже быть поздно. Да там мы в первое или второе уезжаем. Ну я же говорю, уже может быть поздно. А так только госпиталь или рапорт. Если с госпиталем не получится. Ну воевать до 38 тысяч, я не согласен. Ну это да, я согласна с тобой. Ну давай, целую. Давай, пока.